У меня сейчас заключительный блок, мы с вами уже постепенно плавно-плавно финалем. Будет мой заключительный блок и потом у нас еще гран-при, церемония награждения. Мы отметим самого лучшего клиента, у нас будет номинация клиент года. Из всех наших клиентов, их очень много, мы выбрали самого лучшего клиента 2020 года. Также у нас будет гран-при, у нас будет вручение номинации самый лучший партнер по внедрению продукта, человек, который самый лучший партнер по продукту, так скажем. Гран-при, то есть это самый лучший в 2020 году. И у нас будет номинация партнер года, то есть это самый лучший партнер по масштабированию бизнеса с точки зрения компании за 2020 год. Но перед этим небольшой мой блок по нашей сегодняшней теме UDS 4.0. Давайте начнем. Значит, у нас сегодня было выступление, еще раз давайте вспомним, Сергей Кустюжов выходил, это наш директор по продукту, и он говорил с точки зрения тех изменений, которые будут касаться предпринимателя. Затем вышел Булат, технический директор, он делал презентацию UDS 4.0 с точки зрения пользователя, с точки зрения нашего пользователя. И если мы еще раз с вами пройдемся по истории продукта, по эволюции UDS, сегодня это слово часто звучит, то мы видим, что первая генерация – это дисконтная система, вторая генерация – это система лояльности, и третья генерация – это цифровые решения третьего поколения. И если мы посмотрим на эти три поколения, то есть на все то, что было сделано до сегодняшнего момента, то это, во-первых, у нас мы, скажем так, воздействовали на нашего пользователя через предпринимателя. То есть мы разрабатывали большое количество функционала для предпринимателя, и предприниматель воздействовал на пользователя. То есть каким образом воздействовал? То есть предприниматель мотивировал скачать пользователя, скачать мобильное приложение. И таким образом мы через предпринимателя воздействовали на пользователя. И наши предприниматели органически таким образом создали вот эту базу. На сегодняшний день это 12 миллионов скачиваний мобильное приложение. И второе, то, что мы видели, это все это время мы создавали, по сути, монолит-продукт. То есть на одной платформе создавали все больше и больше инструментов, и она создалась такая монолитная платформа, куда приходит предприниматель, и он зачастую, в последнее время мы начали замечать, что предприниматель начинает теряться в большом количестве инструментов. И мы поняли, это, наверное, определенная мудрость, определенная мудрость стартапа, или IT-проекты, которые от стартапа идут уже во взрослую жизнь, когда ты понимаешь, что больше это не значит лучше. Ты понимаешь, что когда у тебя много инструментов, это не то, что решает и то, что определяет. Ты понимаешь, что нужно вначале стартап идет, расширяется, увеличивается большое количество инструментов и так далее. И потом происходит какая-то мудрость, где ты понимаешь, что нужно на самом деле сузиться, найти свое собственное УТП и бить именно в эту точку. И сейчас такое ощущение, что мы как будто бы из подросткового возраста, тогда, когда у нас было больше инструментов, больше рынков, больше нужно собрать на продукт, на платформе инструментов и так далее, мы перешли уже к пониманию того, что нужно фокусироваться на чем-то одном, нужно создавать простой продукт и делать его, как сегодня говорил Сергей, не для всех, а для каждого. И UDS 4.0 – это как раз-таки сдвиг парадигмы, когда мы делаем, по сути, две вещи. Первое. С точки зрения нашего пользователя мы хотим повернуть вспять вот это вот направление воздействия, то есть не так, чтобы наш предприниматель, наш клиент влиял на пользователя, а сделать это наоборот. Сделать так, чтобы большое количество пользователей в приложении влияло на то, чтобы на решение предпринимателя присоединиться к этой платформе. Булат уже сегодня сказал в своем выступлении, что в этом году у нас цель – дойти до 20 миллионов скачиваний. То есть у нас в 2019 году мы приросли на 4 миллиона, в 2020 году мы приросли на 4 миллиона, и вот в 2021 году мы хотим приросли на 8 миллионов, то есть сделать в два раза больше, чем два года эти подряд. И довести цифру до 20 миллионов пользователей. Скачивание мобильного приложения. Смотрите, к чему это может привести, к чему это приведет. Еще раз, если раньше у нас был предприниматель, который мотивировал пользователя скачать приложение, то сейчас мы хотим развернуть эту историю вспять. Мы хотим, чтобы пользователь влиял на решение предпринимателя, чем? Количеством своим. Представьте, 20 миллионов пользователей – это уже больше 10% населения России. Это уже огромное количество пользователей, это огромная база. И здесь уже нет смысла сопротивляться, тут уже не поспоришь. Ты понимаешь, что сейчас там огромная сила, огромная аудитория, и просто туда идет рынок. И мы хотим, я не знаю, может быть, это будет какая-то точка, критическая точка, после которой должен пойти экспоненциальный рост. Может быть, мы будем близко к этой точке. Но вот план такой – 20 миллионов пользователей в 2021 году. И это говорит о том, что мы в этой генерации, в четвертой, мы будем очень пристальное внимание уделять пользователю. То есть у нас будет фокус на пользователя. И в рамках этой задачи два направления. Первое – фокус на пользователя с точки зрения нового функционала, который будет в мобильном приложении. Все выступление Булата, оно как раз было бы об этом. Тоже здесь аплодисменты. Ребята, вы можете пометить, что это в точку. То есть сделать таким образом само приложение, сделать таким образом, чтобы абсолютно любой человек, скачав это мобильное приложение, мог понять УТП этого приложения. На самом деле наше мобильное приложение, оно помогает большому количеству людей. Оно полезное. Это приложение должно быть в каждом телефоне. Что это приложение позволяет? Это приложение позволяет тебе экономить семейный бюджет. Это приложение позволяет получать лучшие предложения от предпринимателей оффлайн. Понятно, что есть, может быть, на телефонах кэшбэковые приложения, которые онлайн покупки делают. Но нет ни одного приложения, который бы собирал кэшбэк оффлайн. Поэтому это приложение должно быть в каждом абсолютно телефоне. И наша задача, как компания, администрация, это приложение упрощать. Сделать так, чтобы любой абсолютно человек, скачавший приложение, мог понять, в чем его УТП, в чем его сильные стороны, и пользоваться этим приложением. Это первое. Это фокус на пользователя. Второй фокус на пользователя, вторая задача, это в 2021 году мы начнем уже рекламную кампанию. То есть мы начнем выделять бюджеты под рекламную кампанию для того, чтобы рекламировать само мобильное приложение. Чтобы рассказывать людям о том, какое оно несет пользу. Вы знаете, мы на саппорт, в кампанию, мы получаем очень много разных отзывов. И есть большое количество положительных отзывов обычных людей, которые пишут нам спасибо, что есть такое приложение. Потому что есть люди, для которых экономить семейный бюджет, может быть, на 2, на 3 тысячи, на 5 тысячи, на 10 тысяч рублей в месяц, это очень значимо. И они могут с помощью этого продукта, с помощью этого приложения, они могут эти задачи закрывать. И мы должны как можно большему количеству об этом рассказать. Понятно, что не нужно сейчас надеяться на какую-то федеральную рекламную кампанию, потому что мы еще до этого не доросли. Мы еще пока, у нас нет такого присутствия. То есть по всем городам. Но мы будем выбирать точно пилотные проекты, какие-то города, где большое количество клиентов, для того, чтобы там рассказать людям о мобильном приложении, чтобы они могли в него зайти и сразу же найти себе подходящий какой-то вариант, какую-то компанию, куда мы могли пойти и воспользоваться мобильным приложением. То есть еще раз две вещи. Первое, это мы будем переделывать, улучшать мобильное приложение само. Второе, это уже рекламный трафик. Значит, что нам это даст? Во-первых, нам это даст трафик. Еще раз, 20 миллионов пользователей – это огромнейшая аудитория, огромнейшая. И Булат сегодня рассказывал о том, что мы внутри сейчас начинаем создавать очень много инструментов для трафика, для того, чтобы к нам приходили предприниматели и покупали этот трафик. Для нас символично то, что в прошлом году мы получили первые деньги за трафик. То есть мы получили деньги за размещение рекламы в самом приложении от предпринимателей. Это символичный момент. То есть если говорить с точки зрения партнера, то если раньше мы получали деньги только за софт, мы получали, вы получали деньги только за софт, то сейчас подъезжает еще одна возможность. Мы можем получать деньги за трафик. И в прошлом году мы выплатили первые вознаграждения с этой новой возможности. И, как я уже говорил, задача 2021 года – это 20 миллионов пользователей. Это задача минимум. То есть мы будем за это бороться. И я думаю, что в течение года мы должны найти инструменты, когда мы можем сделать даже больше. И я сегодня посчитал, если население 146-148 миллионов в нашей стране, то 20% – это 30 миллионов пользователей. И мы с вами знаем, Парета, 20 на 80, 80 на 20. Возможно, что это будет в течение генерации 30 миллионов. Это уже огромная аудитория. Это уже совсем другие разговоры. Это уже совсем другие разговоры с потенциальными клиентами. Вам не нужно будет им что-то доказывать. Вы просто говорите, что с этим уже не поспоришь. Здесь уже 20, 25, уже 30 миллионов пользователей. Вы знаете, одно из последних сообщений, которым я очень порадовался в нашем чате департамента внедрения, когда, по-моему, Юля прислала сообщение, она говорит, у нас пришел клиент, мы взяли его базу, мы его базу завели на платформу. И мы увидели, что больше 50% людей, которых привел этот клиент, у них уже стоит приложение UDS. Понимаете? То есть предприниматель пришел к нам на платформу, у него есть клиенты. И он, когда загружает нам на платформу этих клиентов, мы выясняем, что у половины уже стоит приложение. Они где-то в других местах скачали. То есть вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что парадигма другая. Мы вспять разворачиваем способ воздействия вообще на рынок. И это очень важный момент. Вот в этом как раз-таки новая философия, и в этом как раз-таки новая парадигма. Затем, то, что рассказывал Сергей. Он рассказывал про модульную платформу. И он говорил о том, что, возможно, точка прорыва для нас, для того, чтобы начался экспоненциальный рост, который мы очень хотим, возможно, что эта точка роста, она в модульной платформе. То есть когда мы убираем монолит. Что значит монолит еще раз? Когда предприниматель приходит к нам на платформу, там очень много всяких разных инструментов. И вы помните этот слайд с Дашей, которая пытается для тебя найти какие-то инструменты? Там их очень много. И мы увидели, что предприниматели зачастую, если рядом с ним нет профессионального внедренца, он начинает теряться. И мы таким образом теряем, действительно теряем предпринимателей. Поэтому мы поняли, что нам нужно убрать, расчистить этот лес, дать основные инструменты, в которых предприниматель разберется. Он пришел на платформу. Там есть всего лишь четыре модуля, самые основные, в которых он может разобраться без участия внешнего, без того, чтобы привлекать внедренца. Он в этом разобрался, он поработал. Это все равно его первый путь, это первые действия на платформе. Он начал каким-то образом сформировать какую-то клиентскую базу. И потом после этого мы начинаем приходить и говорить, что есть еще один модуль, есть еще один модуль, еще один модуль, подключи и так далее. И мы понимаем, что вот в этом упрощении продукта… В общем, смотрите, что произошло. Мы его упростили, но в то же самое время мы вокруг вот этой простой модели создали очень мощную инфраструктуру. И получается, предприниматель может прийти в силу своих компетенций, разобраться абсолютно любой предприниматель, и потом уже с этой инфраструктурой брать себе то, что ему нужно для его бизнеса. И я не знаю, может быть, у вас были вопросы, что мы будем, значит, это все дело продавать и так далее. Нет. То есть вот то, что показывал Сергей, он показывал с 8 февраля, когда предприниматели будут заходить на платформу, они будут видеть вот эти четыре модуля, там в боковом меню. И в любой момент он может зайти и добавить себе расширения, те, которые ему нужны. Но ему не нужно сразу все. Поэтому по мере того, как он будет развиваться в своем бизнесе, по мере того, как он будет апгрейдить использованные продукты, у него будут эти модули открываться, он может их сам открывать. И это доступно все на нашем тарифе. На тарифе Pro эти модули все доступны. Я думаю, что вы это понимаете. Что нам это даст? Развитие модульной платформы даст нам повышение среднего чека клиента. То есть у клиента появится возможность апгрейдить те настройки, которые есть в продукте. И если ему нужно, и если ему не хватает то, что есть сейчас, он может это докупать. Это будет приводить в будущем к тому, что средний чек клиента будет расти. Если говорить с точки зрения партнера, то это еще одна возможность для нашего партнерского сообщества. В итоге, если мы говорим про UDS 4.0, то с точки зрения партнеров, это с одной стороны, это возможность апсейла, это повышение среднего чека, и это возможность получения денег с трафика. Я думаю, что в следующие итоги года, в 2022 году, когда мы будем с вами подводить, я думаю, что мы будем очень много говорить о том, что сейчас наше партнерское сообщество зарабатывает большое количество денег на трафике. Мы будем об этом с вами, я уверен, мы будем с вами об этом говорить. И у нас, как мы говорили, как мы заявляли, наша полярная звезда, вот это наша цель, к которой мы идем, она на самом деле не меняется. То есть все эти годы, все эти годы, цель наша остается той же самой. Мы хотим создать самую большую платформу в мире по взаимодействию предпринимателей и обычных пользователей. Мы хотим, чтобы это приложение стояло в каждом телефоне. Мы хотим, чтобы вы могли с этим приложением путешествовать по всему миру. В какой бы город вы ни приземлились, вы можете открыть приложение UDS, и оно покажет вам все приложения, предложения местного бизнеса. И вы сможете пользоваться этим. Вы сможете экономить семейные бюджеты. Мы хотим прийти в каждый абсолютно телефон, потому что это действительно полезное приложение. У нас вот такая задача. И какое предложение мы сегодня даем для партнеров, для действующих партнеров, для потенциальных партнеров, которые есть сегодня в зале. Мы говорим о том, что мы создаем большую историю. Мы хотим создать большой продукт. Я думаю, что вы сегодня за весь день в этом убедились. Вы понимаете, какой путь мы прошли. Вы видите, куда мы двигаемся дальше. Вы видите нашу стратегию. И вместе с вами мы можем создать большую, действительно огромную историю. То есть это может быть огромная платформа, которой пользуется весь мир, которой пользуется предпринимательство всего мира. И у каждого из нас, у потенциальных и действующих партнеров, есть возможность получать вознаграждение, постоянное, резидуальное, без потом участия, постоянно получать вознаграждение за то, что когда-то приведенные вами клиенты на эту платформу, они продолжают пользоваться. Поэтому это большая история, которая для нас продолжается. И я хочу сказать, что мы как будто только начинаем. Вот есть еще раз ощущение, как будто мы только начинаем. И вот этот весь пройденный путь, это был путь, у нас были взлеты, у нас были падения, были различные достижения. Мы получали очень много обратной связи. И как будто сейчас вот тот момент, когда мы готовы перейти вот в эту взрослую жизнь, по-взрослому уже делать бизнес, строить вот этот большой продукт. И переход в взрослую жизнь, он всегда знаменуется двумя вещами, на мой взгляд. Это первым самоопределением, когда ты входишь во взрослую жизнь и становишься полноценным участником сообщества. Первое, что ты должен сделать, это самоопределиться, понять, кто ты есть в этом обществе. И второе, это большая-большая ответственность, потому что ты переходишь во взрослую жизнь. То же самое у нас. Мы самоопределились, мы поняли, мы понимаем, в чем наша сила, мы понимаем, в чем наше УТП, и мы понимаем, что у нас огромная ответственность есть. и за наших клиентов, и за наших партнеров, и за наших пользователей. Поэтому история продолжается. Спасибо. Вячеслав, большое спасибо. Наша история действительно продолжается.